Ну его нафиг, что-то не камельфон. Думала, что всё это пригодится. Говно, 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 фикс прайс нас подставляет. Что-то у меня произошло с камерой непонятное. И она как-то непонятно фокусируется теперь. Непонятно, короче, я сейчас снимаю видео и фикс знает, что получится. Так, так, что у нас сегодня за видео? Сегодня у нас видео фикс прайс, помойку, фикс прайс на отдачу. Я взяла вот такой большой пакет, где всё положила, всё, что я отдаю или выбрасываю, то, что негодно, мне не нужно. И сейчас поделюсь с вами, какими причинами, потому что какие-то из этих продуктов всё ещё продаются в фикс прайсе. Итак, первое, что я хочу показать, это вот такие детские штучки, детские раскраски. Я взяла вообще одну денечки, одну брала марку, но они забыли успешно. Можно забрать в Москву. Идея прикольная, на самом деле, этой штучки, это, смотри, такая книжечка, она вот так вот открывается, да, и здесь как бы доска, на которой можно писать мелками или фломастерами, которые входили в комплект. Фломастеры вот здесь вот хранились, 4 штучки. Но единственный минус вот этой вещицы, что когда ты рисуешь, ребёнок сразу же вымазывает руку в это всё, а оно не высыхает вот так вот быстро, знаете, чтобы не оставлять потом следов, то есть это не как карандаш, да. А это фломастер, короче, всё всегда и руки, и всё на свете было в этих фломастерах, не только вот эта вот раскрасочка, да. Вообще идея прикольная, мне понравилась, потом ещё, я так смотрю, мы неровно дышим к фломастерам. Фломастерами мы рисуем везде, поэтому вообще фломастеры я убираю. Ладно ещё с красками, красками он не прыгает везде, он сидит в одном месте, красками рисует, да. А вот что касается фломастеров, вроде бы как бы, да, можно брать везде и всё, везде на диване, на стенах, везде это фломастер. Поэтому я избавляюсь от этих двух штук, и фломастеров уже нет, потому что я их повыкидывала. Хотя вот в этой, по-моему, есть. Нет, нет, не там, не там. Короче, вот это на выброс не рекомендую брать, очень грязная игрушка. Когда-то давно я брала в фикс-прайсе вот такую пластмассовую вазу. Она очень хороша тем, что она лёгкая, пластмассовая, как бы не разобьётся, не страшно, да. Но так как у меня новая квартира, всё хочется, чтобы было такое достойное, качественное, я набрала всяких разных ваз уже, поэтому эта пластмассовая мне не нужна, я её просто отдам. Кто помнит скакалочку? Ну, конечно же, девочки, мне было прикольно эту скакалочку купить, но ни в коем случае, наверное, не прыгать на ней. Потому что, ну, мне кажется, она вообще опасная даже где-то. Я не люблю скакалки. То есть, если я серьёзно займусь спортом, я точно не пойду скакать на этой скакалке. Я её взяла ради прикола. Эта скакалка сама считает всё, то есть она вот так вот обороты считает. Я не знаю. Левая, правая рука здесь. Вот, и считает обороты. Такая штука вот здесь вот. Ну, по мне так она какая-то игрушечная. Вот эти даже лёгкие, я не знаю, лёгенькие ручки. Мне кажется, всё должно быть посерьёзнее, поэтому, соответственно, естественно, я это отдаю какой-нибудь девочке, которая захочет так же порезвиться, как и я. Короче, вот такая скакалка. Скакалки я не видела. Сейчас вроде не продают. Так, что ещё у нас тут? Короче, много всего. Ладно, всё, вот. По порядку буду брать. Потом это, потом это, потом. Помните, давно я брала сушилка-бельянь натяжная. И, возможно, она ещё продаётся в фикс-прайсе. Я её тоже отдаю. Она совершенно новая. Она упакованная. Я её отдаю. У меня есть знакомые в частном доме. Они живут. Вот видите, здесь пакетики, саморезы, все дела. У меня квартира достаточно большая. Мне хватает одной сушилки. И я не хочу нигде ничего громоздить. То есть, может быть, я громоздила бы это, если бы я была на старой квартире, например, своей. Но на новой как бы не хочу ничего. Поэтому кому-то, может быть, это действительно необходимость. У кого габариты маленькие, в ванне, например, повесить вот такую сушилку. Хорошо. 129 рублей стоило. Так, вот это и вот это я тоже отдаю. Это у нас лампа для полимеризации лаков. Она вот такая вот. Я, кстати, не помню, я ей даже, по-моему, так и не воспользовалась. Сейчас уже такое не продают. Она вот такая маленькая. Типа там дорогу особую взять или что. Ой, ну честно говоря, у меня дома есть нормальная лампа. Сначала я беру, потому что мне это прикольно, да? Вы говорите, ой, скоро будет видео на выброс фикс-прайс. Да, скоро будет видео. В этом-то и прикол, что у меня есть возможность кучу всего брать, на что у меня горят глаза прям, да? Вау, вау, какая штучка. Потом я понимаю, что это нахрен мне не нужно. И вам об этом говорю. Возможно, оно и вам также не нужно. Кто-то это, может быть, сразу понимает, а кто-то нет. Здесь вот шесть вот таких вот ламп, да? Ну, типа, в дорогу можно взять. Такая мини-штучка была классная. Я подумала, ой, мне-мне-мне-мне. А потом думаю, зачем? Во-первых, у меня есть хорошая лампа. Во-вторых, хочется иметь возможность не таскать с собой лампу в случае чего там, да? А просто пойти в салон, и чтобы тебе починили ноготочки. Поэтому я не держу эту лампу до времен, когда вдруг она мне понадобится. Тем более, сейчас я просто лаком окрашиваю свои ногти. Отдам лучше тому, кому она действительно пригодится. И вот такой вот увлажнитель воздуха с подсветкой маленький. Тоже 199 рублей стоил. Какое-то время он у меня стоял, что-то увлажнял. Увлажнял, но у меня сейчас два крутых увлажнителя воздуха. Вот такой вот на USB подключается там. У меня два крутых увлажнителя воздуха. В спальню, в зал можно, да? И поэтому, я думаю, мне не стоит мелочиться вот такими маленькими увлажнителями. Тоже для прикола было взято. Вот, он еще подсвечивается вот так красиво. Тоже это дело отдам. И мне кажется, оно все-таки не увлажняет, так как увлажняет нормальный увлажнитель. Еще где и написано, сколько у вас влажности. Добились ли вы того результата, который хотели, да? Немного по косметике мы пройдемся. Что я отдаю? Это вот такую маску розовую. Честно говоря, я снимала везде отдельные обзоры. Особенно на моем втором канале. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Там идут у меня отдельные тесты вот таких каких-то продуктов. Например, розовая маска. По-моему, я ее снимала, но, честно говоря, я не помню, какой результат от нее. Но вообще, в принципе, чтобы вы понимали, что от косметики из фикс прайса чаще всего я избавляюсь. Я скорее беру это для того, чтобы вам затестить один раз. В большинстве своем 90% случаев. В редких исключениях я что-то оставляю себе. Возможно, это какое-то масло классическое там, да? Или, может быть, какой-нибудь крем для ног. Или вот последний раз скраб. Вот шикарный скраб был для тела. Я его оставила себе. В основном, особенно такие маски, часто у меня вызывают какие-то покраснения. И если это вызывает покраснения, какие-то маски, понимаете, корейские, где я купила в аптеке, или, может быть, где-то... Ну, может, предвзятое отношение к фикс прайсу, я не спорю. То все нормально. Но если я взяла в фикс прайсе что-то, и у меня лицо покраснело, я больше этим не воспользуюсь. Да, еще раз повторюсь, это предвзятое отношение. Но что ж поделать? Вот так фикс прайс... Так получилось, извините. Короче, розовую маску эту я тоже отдаю. Кому не страшно. Вот такая зеленая была маска. Мы ее с вами тоже тестили. Она у меня есть на котором канале. Отдаю. И вот такая вот омолаживающая маслоэссенция для сияния кожи. Здесь комплекс 10 масел, жжоба, органи, масла ши, кокосово-миндальной облепихи. Шикарный состав. Куча масел. Я бы, может, его и не отдавала, если бы у меня не было еще 5 таких. Понимаете, 5 таких. И от других компаний, более дорогих, да. Вот это вот стоит, наверное, я не знаю, это может 99 или 77 рублей. А, 99 вот. Стоило рублей в фикс прайсе, да. Целая новенькая, пожалуйста. Но у меня еще 5 таких, понимаете, которые стоят там от 1000 и выше. Поэтому мне идей еще до конца жизни хватит. А это пусть воспользуется тот, кому нужно. Вот такой вот спрей для волос. Защита. Возможно, сейчас вы встретите это в фикс прайсе и продается. Мне понравилась эта темка. Она прикольная. Она не утяжеляет волосы, не склеивает. Запах приятный. Термозащита и увлажнение. Я это отдам тоже, кому нужно. Конечно, просто я сейчас набрала себе на втором моем канале вот косметика уход для волос, там для лица. У меня очень много новой косметики. И там все уходы для волос, они идут с термозащитой. И там невероятные ароматы, там обалденный состав. И понятно, что этот фикс прайс будет лежать у меня очень долго, пока я все это выпользую. И периодически я покупаю. Все-таки оно не сравнится. Поэтому мне не пригодится еще долго, я думаю, вот этот спрей термозащита. Но, в принципе, он неплохой. Вот такая штучка, я тоже ее отдаю. Это такое веселое сражение. Спрей. Здесь, короче, если вы нажимаете, да, то такая бьет струя конкретная, да. Вот здесь синяя, по-моему, да. И типа такое сражение. Но однажды на своем съемной квартире я брызгнула, у меня прилепилась к этому потолку. И долго я потом не могла все это снять. Но вроде сняла, вроде следа не оставляет. Но она немного такая липковатая. То есть она повисла там и все. И мне нечем было туда даже подлезть, чтобы это дело снять. Может, немного даже оттеночек какой-то там остался, не знаю. Но незаметные. Ну, короче, вот это я тоже хочу отдать куда-то в частный дом, не в квартире в этом играть. Еще пена тающая там более-менее, но это нет. Дальше из косметики. Минеральное умывание. Помните, мы с вами делали. Кстати, оно мне очень понравилось, я помню. Но я вот решила что-то его отдать. Сейчас, подождите, я почитаю. Минеральное умывание для глубокой очистки всех типов кожи. Растительный биокомплекс и минералы. Ой, здесь очень классный состав. Видите, как всегда, пока не буду отдавать. Короче, это оставлю пока. Я не знаю, что это я все бросила, не собиралась. Далее, совсем недавно, я использовала вот эти пилинг-пэды обновляющие с пэш-кислотами. Кто-то сказал, что типа я неправильно там что-то делаю, поэтому краснеет от кислоты точно так же, там, траля-ля. Но, честно говоря, я предложила кому-то из своих подруг, я говорю, хотите, вот я отдам, кто умеет пользоваться. У меня что-то никто не рискнул ими пользоваться. Ну, его нафиг, говорят. Поэтому вот эти пэды я выкидываю. Я ими не буду пользоваться. У меня очень сильно покрасняло лицо. Возможно, это правильно, возможно. Опять же, говорю, предвзятое отношение к фикс-прайсу. Вот в фикс-прайсе взяла, краснеет, переживаю. Вот это вот, вот это, видите, фирма одна. А еще у них же были вот эти джемы красные, сумасшедшие маски просто. От всего практически все краснеет, я не знаю. Только крем для рук, по-моему, безопасный этой серии. Так, что у меня еще здесь? Еще у меня вот такой вот спрей для волос увлажняющий, секреты улитки. Ну, что-то я не увидела особого прям вау-вау от этого всего, поэтому я это тоже отдам кому-то. Вот такой вот у меня мист для тела есть. Ну, у меня сейчас очень много всяких флюидов. Флюидов, опять же, я на заказала на том сайте, вот, где распаковка последнюю вы увидите. Я даже оставлю, может быть, вам ссылку, если хотите, под видео. Распаковка новой косметики, да, это уже вторая распаковка. И там обалденные просто флюиды, молочко, омолаживающее для тела с невероятными ароматами, очень легкими текстурами. Поэтому, ну, зачем мне вот эта водичка поливать непонятно чем свое тело. В фикс-прайсе брала, ну, вкусненько пахнет, в принципе, но... Пусть кто-нибудь другой поливает. Чего оно будет у меня все храниться, да? Кокосовое молочко для очищения макияжа я тоже отдаю. Девочки, просто оно классное. Сразу скажу, такие сливки кокосовые. Отдаю просто потому, что мне приятнее и удобнее использовать мицеллярку. Я не люблю умываться молочком. Вот вытирать косметику я не люблю молочком. Мне некомфортно и неудобно. Не знаю, почему. Именно в самой текстуре. А вот водичка, когда мицеллярная, вот мне это нравится. Тоником люблю пользоваться. Чем-то молочным, на ватный диск. Что-то не комфортно. Далее, вы помните, я покупала вот такую вот штучку. Делала ей массажик. В принципе, она холодненькая. Если ее в холодильнике подержать, очень даже классная. Вот. Ну, я ее решила отдать. У меня нашлись люди, которые ее хотят. Да, под глазками, классненько делать. Я тоже. 77 рублей она стоила. Сейчас даже еще, может, продается в каких-то фикс прайсах. Просто у меня так много сейчас очень дорогих, крутых масок появилось. И у меня на них даже нет времени делать маски. Поэтому вот эта штука лежит. Она будет просто лежать мертвым грузом. А кто-то будет делать себе что-то. Правильно? И вот такая вот щеточка. Помните? Она мне очень понравилась. Вы, если увидите, 99 рублей стоила в фикс прайсе, обязательно берите. У нее микро-микроволокна вот здесь. Они такие приятные, такие крутые. Но я себе взяла еще на подставочке. То есть такая же с микро... Она тоже, может быть, в фикс прайсе еще продается. Тоже так. Она кругленькая такая. Но она на подставочке. То есть это просто будет так лежать, да, у вас? Ну, здесь ручка удобная. А та на подставочке висит. И там тоже микроволокна. Я решила вот эту отдать, а ту оставить себе. Потому что у них суть одна и та же. Вот. Вот это классная штучка. То есть просто отдаю, потому что у меня их две теперь. Вот такие вещицы отдаю. Вот в таких. Вот в фикс прайсе тоже, по-моему, брала. Не помню. А может не в фикс прайсе. Но помните, по-моему, вот такие в фикс прайсе, да. Очень быстро ломается вот здесь замок. Вот. И как-то оно недоделанное получается. Мне такое не нравится. Что-то где-то торчит. Вообще я не люблю хранить вещи вот в этих штуках. Мне так это неудобно. Не знаю почему. Я люблю, чтобы все. Лучше пусть в шкафу закрыто будет, да. Но ты открыл и как бы видишь все. Вот это что-то где-то спрятано. Доставать надо. Ох, так меня бесит. Вот такая, да. Помните ведерки в фикс прайсе? Может быть до сих пор они продаются. Напишите. Видел, кто нет? Вот эти вот такие складные. Ну не знаю я. Вот оно лежит у меня. Чуть где-то намокло. Уже как-то, знаете, какое-то сырое. Короче, отдам мне это ведро. Вот оно лежало, не пригождалось мне. Не знаю сколько. Два года назад я его взяла. Вот оно и даже больше, наверное. Ну не пригождалось оно мне. Ну что оно лежит? Вот это ездит из квартиры в квартиру. Пусть пригодится кому-нибудь. Дальше. Еще я поняла, что я не люблю пользоваться вакуумными пакетами. Они действительно очень удобны и хороши для тех, у кого малогабаритные, опять же, помещения. Например, одеяло вы убираете. И их нужно как-то скомпоновать. Убрать эти одеяла. Но я что-то подумала, что мне не надо. Во-первых, мне не надо ничего хранить. Я, честно говоря, сейчас от всего избавляюсь. У меня реально очень много всего. Я как тот плюшкин, который берет, 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 куда беру, зачем беру. Потом замечаю, что все это лежит, 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 лежит. В какой-то момент я думала, что все это пригодится. А потом, когда ты уже все-таки обзаводишься новым жильем, тебе хочется, чтобы как можно больше было кислорода для дыхания, как можно меньше вещей. И я вот продолжаю, продолжаю все потихоньку разбирать. Я отдала все постельное белье, старое и даже новое, которое мне не нравится, там, в цветочек или еще что-то. Я оставила только белье, которое я вот реально люблю и использую. И для себя, и для гостей я оставила это белье. То есть, даже какое-то белье, которое мне не нравится, я даже для гостей не оставила. Для гостей у меня тоже классные комплекты белья все. Полотенца. Я избавилась от многих полотенец, и сейчас еще хочу избавиться от цветных полотенец. Я хочу, чтобы у меня там пару, ну, белые, бежевые были, да, там такие, ну, нежно-розовые максимум, да. Соответственно, мне нечего будет складывать вот сюда, да. То есть, одеяло я просто сложила, просто положила мне много под кроватью пространства. Я не хочу так захламлять свою квартиру, чтобы мне нужны были вакуумные пакеты, поняли, там, дополнительные какие-то там вот шкафы. Нет, я хочу, чтобы все лежало в комфорте. Поэтому вот это я отдаю для тех, у кого действительно мало места, кому надо все скомпоновать. Хорошая вещь. Вот, но мне не надо. Дальше вот такая штучка-умывалочка. Ну, как бы тоже, понимаете, это я брала для теста. Всего лишь навсего, я не знаю, это выброшу, наверное. Сейчас даже они тоже еще продаются. Вообще, она, честно говоря, мне не понравилась. Мне кажется, обычная умывалка. Знаете, такие кругленькие, вот там же в Экспрессе продаются кругленькие три штучки. Раз, два, три. Желтенькие, да. Вот они намного лучше даже вот этой вот хероборы. Вот. Вот это я тоже, по-моему, тестила с вами. Здесь не очень удобный мне показался вот эта вот ручка, да. Не очень удобная мне показалась вот эта штука, чтобы наносить макияж. Потому что он, видите, как делает, да? Ну, вообще какой-то неудобный. То есть вот хрен пойми что. Поэтому это только выбросить. Как-то оно плохо там держится, да? Может быть, если бы оно вот так прям держалось, как следует, так тум, и все, как бы, да? И ты вот... Но оно нет. Оно вот что это такое? Оно раз и вывалилось. Короче, ерунда 77 рублей. Сколько денег потрачено? Но я не жалею, девочки. Это все я вам показывала обзоры. А теперь я вам показываю, что я выбрасываю. И это все для видео. Это все контент. Поэтому я не жалею. Я жалею ваши деньги, если вы то же самое захотели себе купить, понимаете? Так, дальше. Что у нас дальше? Вот такие две масочки. Кстати, вот эта, помню, мне понравилась. Понравилась. И я ее отдам в хорошие руки. Просто у меня очень много всяких масок, скрабов и так далее. Это два в одном маска-скраб с активным углем и цинком. Против черных точек очищает, сужает поры. Я помню, что она мне понравилась. Классненькая такая. Потом маска пил-офф. Вообще, к маскам пил-офф я отношусь очень настороженно. Потому что у меня на лице растут волосы. И нет-нет, с волосами вместе мы все это отрываем, короче. Ну, раньше они были модные, поэтому я брала все маски пил-офф, которые только видела. И для вас снимала. Но сейчас я это отдаю. Кто хочет, попробовать. Вот такая масочка за 77 рублей. По-моему, до сих пор продаются разные цвета. Это розовая и бирюзовая, да. По-моему, какая-то обычная маска. Ничего особенного в ней нет. Поэтому я ее просто отдаю. Вот такой вот массажер. Еще есть у меня. 55 рублей всего лишь стоил. Ну, не знаю. Мне кажется, что есть массажеры круче. И я хочу приобрести себе какой-то крутой массажер, нежели просто такие какие-то пластмасски прорезиненные. Может, это крутая вещь, но как-то она лежит у меня бесхозно уже долго, и поэтому отдаю. И последняя вещица, это тоже неплохая вещица, это зубной порошок в готовом виде на черном угле. Профессиональное отбеливание. Готовый порошок. Такая черная паста. Ну, просто я не отбеливаю свои зубы. Да, у меня люминиры. Чищу я, если что, сырым порошком, потому что, мне кажется, вот это вот именно, ну, не как паста сделанная, да, вот этот вот сухой. И если мы вот именно им делаем, то он убирает хорошо какие-то остатки там налета и каких-то частиц, которых паста не убирает. Именно в сухом виде, когда мы с сухой щеткой и порошком, да, вот таким вот вводим. Эта паста может быть хорошая, я ее просто отдам, кто-то будет использовать. А я вообще хочу убрать все свои пасты и купить японскую пасту. Люси покупала себе, и я увидела, нашла, где у нас в Ростове можно купить. Японская паста, где даже не нужно вот это, знаете, вставать. Мы недавно тут разговаривали с девчонками. Таня говорит, вот, блин, меня накаляет брать вот эту пасту утром, открывать ее, раскручивать, выдавливать. Ну, типа лишние движения, да, мы все хотим облегчить себе жизнь. Вот, я говорю, да классная же паста Люси покупала, там надавливаешь, там просто дозатор. Я говорю, точно, я куплю себе эту пасту и выкину все. Я никогда не задумывалась о том, что я делаю с утра лишние движения. Так, а теперь я об этом думаю. А теперь я хочу ту пасту, чтобы она стояла. Я просто так надавила, и все, тебе уже на щетке паста. Все, мои хорошие, вот такая вот гора небольшая у меня получилась из фикс прайса. Конечно же, фикс прайса у меня дома еще очень много, я продолжаю что-то брать. Но и тем лучше. Что-то беру, потом показываю вам, что не гоже и не берите, и что не пригодилось. А может быть, вы что-то скажете, что вам пригодилось. Ну, как видите, я не говорю, что тут говно-говно-говно выбросить, да. В основном я говорю, почему мне это не пригодилось, почему я это не использую. И, кстати, хорошие вещи тоже есть, да. О них я вам тоже сказала. Все, надеюсь, мое видео было полезным и интересно. Конечно, конечно, будут еще такие видео, конечно же, потому что фикс прайс не скончает. И я его люблю, я его люблю снимать, как видео о том, как сильно я люблю фикс прайс, и видео, как фикс прайс нас подставляет порой. Все, надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Я жду ваши комментарии, жду ваши подписки. Знаю, что очень много людей смотрят меня, и, может быть, если вы еще не подписаны, а, возможно, даже не обращали на это внимание, обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны, ведь для блогера, особенно для меня это так, будет важно и приятно. Ставьте, конечно же, лайк, жду комментарии, и пока-пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok